девчонки всем большой привет добро пожаловать на мой канал сегодня хочу вам показать наши покупки продуктов достаточно бюджетно получилось и решила поделиться с вами закупались мы в пятерочки так и давайте пожалуй начнем с того что уже стоит в кадре и также извиняюсь то что у нас так вот холодильник очень громко работает но с ним к сожалению ничего не сделаешь в общем по скидке была туалетная бумага взяли мы две упаковки но в кадр да я взяла только одну упаковку нет смысла ставить 2 12 рулонов два слоя вообще в принципе какая разница да какую брать здесь ее было цена 178 рублей муж взял вот такую икру из кабачков кубаночка мы ее часто покупаем она в принципе вкусная 55 рублей стоило и здесь каждая баночка у неё масса 500 грамм а это уже моя любимая вещь дядя ваня перец чили маринованный я его в прошлом году покупала и вот сейчас тоже купила вообще он стоит порядка 170 рублей вот что в магните что в пятерочке но здесь он довольно таки уже давно по акции за 340 грамм мы отдали вот 100 рублей считаю это очень бюджетно так а это уже муж себе взял молоко топленое вкусноте его так масса 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 сколько у нас здесь точнее не масса объем так наверное будет удобнее посмотреть по чек куда 900 грамм жирность 32 процента и стоило 70 рублей вот такая вот бутылочка томатная паста global village мы всегда берем эту марку она нам нравится 57 рублей и стоимость 270 грамм завтра собираюсь варить борщ и вот решили ее взять давайте немного пройдемся по различным таким мясным продуктам да и я сразу же их вам хочу показать и наверное уберу в морозильную камеру потому что но чтоб они не пропали да в общем взяли мы куриное царство марка российская курочка филе без кожи охлажденная для того чтобы варить различные супы здесь у нас вот в этой вот подложке один килограмм и стоимость составила 301 рубль далее взяли мы благояр марка голени куриные здесь у нас килограмм пятьдесят шесть грамм и голени стоили сто восемьдесят четыре рубля так дальше на супы там различные на борщ ну и просто пожарить отварить на пюре мы взяли картошку картофель фасованный в сетке два килограмма семьдесят четыре рубля он у нас вышел далее мы взяли лук репка тоже в сетке так здесь килограмм килограмм четыреста сорок девять грамм и сорок пять рублей за него составила цена мне чем нравится брать когда вот знаете лук в сетке он здесь такой вот небольшом вот эти до луковицы и то есть допустим не вот достаточно будет взять там одну там до небольшую на зажарку и так далее потому что когда вот такую прям громадную берешь вот и как бы но потом остается нужно куда-то приспособить чтобы где-то хранить холодильнике да и может появиться неприятный запах холодильнике из-за этого поэтому для меня удобнее вот покупать когда-то куковицы такие небольшие так как я уже сказала 45 рублей отдали за него так далее что взял себе муж это дым дымыч сорокопченая элитная не знаю салями или колбаса что это вообще я такое в принципе не ем ну да это предполагаю что это колбаса в чеке написано что колбаса так 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 потеряла вот 206 грамм стоимость 188 рублей за вот такую вот небольшую палочку чеснок здесь он у нас фасованный вот за эту одну упаковочку мы отдали 38 рублей взяли небольшой вилок капусты вот такой вот но нам многое не надо мы брали чисто для того чтобы приготовить борщ здесь 500 так сколько 568 грамм на 21 рубль она у нас вышла белокочанная я думаю половинку использовать на борщ и вторую половинку ну не знаю если мы быстро съедим борщ тогда приготовить его во второй раз как бы мы его любим вот и вторую половинку тоже использовать на борщ если же нет то тогда может быть там не знаю сделаю салат там капуста морковь растительное масло соль и так далее ну либо капуста и огурец тоже будет хоть еще девчонки и не зима но я уже просто во все объедаюсь мандаринами я не знаю откуда их привозят но они очень спелые сладкие вкусные такие прям вот и чистятся легко знаете которые вот привозят обычно зимой поэтому не знаю как то вот я на них сейчас подсела меня прям тянет очень хочется мимо не могу их пройти здесь у нас значит 764 грамма мандарины кстати говоря вот эти сейчас по 130 рублей за килограмм и эти у нас вышли на 99 рублей ну грубо говоря 100 рублей далее муж и взял сосиски тавровские здесь у нас сколько 500 грамм подождите нет ни 500 600 грамм 150 рублей стоимость за них но это знаете на тот случай когда скажем так мне лень готовить я могу просто отварить макароны и сосиски и как бы на работу его собрать так вот сейчас конечно многие закидают мне наверно камнями тапками типа как так то ну бывает и так вот но иногда бывает я могу взять допустим себе там на завтрак да или на ужин или нам просто нарезать кружочками сосиску обжарить ее залить яйцом и типа вот как яичница да там сосисками вот типа такого нравится нам так сосиски 150 рублей повторюсь для борща на зажарку взяла вот такой вот один перчик болгарский очень люблю кстати говоря добавлять болгарский перец в борщ именно вот свежий прям не знаю моя любовь здесь у нас 131 132 грамма на 9 рублей он у нас вышел и перец кстати говоря по 70 рублей за килограмм тоже бюджетно взяла два помидора на салат там кстати говоря выбирать особо было не из чего вот поэтому взяла только два штучки сейчас они по 60 рублей за килограмм здесь у меня на 21 рубль два помидорчика вышли 364 грамма так ну и взяла три огурчика мои любимые короткоплодные колючие взяла на развес потому что вот в этой ложке как-то их сейчас братья считаю невыгодно можно когда взять подешевле да зачем переплачивать так огурцы по 80 рублей за килограмм здесь 282 грамма и на 22 рубля вот такие вот небольшие три огурчика далее морковь мы взяли обычную немытую слышала кстати что во многих городах очень сильно поднялись вот эти до цены на морковку ну не знаю у нас она стоит 24 рубля за килограмм получается здесь у нас 365 грамм и вот на 8 рублей сколько мы здесь взяли пять штук ну нам чисто знаете там зажарку вот как раз таки сделать для супа там для борща ну и может быть вот на салат с капустой использую там одну две штучки вот а так в принципе мы только для этих целей берем а еще девчонки только сейчас я посмотрела в чек и заметила какая случилась курьезная ситуация в общем искала я в чеке авокадо и не увидела и такая думаю в нам пробили свеклу свеклу кто как называет я называю свекла вот и я думаю какая свекла если в принципе я ее не брала посмотрела в холодильник муж ее тоже не брал оказывается авокадо это авокадо сорта хаз вообще но выходит там на 70 рублей какое-то на 50 естественно зависимости до от веса там от стоимости и так далее но вот нам пробили авокадо как свеклу получается свекла по 28 рублей за килограмм как на 216 грамм потянула и в общем я себе авокадо купила за 8 рублей вот такая вот бюджетная покупка у нас в этот раз получилось вот ну бывает все ошибаются потому что было но у нас таком водопакете зеленом особо как-то не видно но пробили как свеклу вот а еще хочу вам рассказать о вот такой капусте девчонки покупаем уже и и не первый раз она очень очень вкусная здесь уже есть растительное масло и маринад но я все равно добавляю туда по вкусу немножечко растительного масла солить кстати говоря не нужно потому что тоже и по соли все нормально и добавляю лук репчатый мелко нарезанный но мы так любим и я не знаю какая то уже по счету упаковка вот у них есть такие вот банки круглые до пластиковые красная цена и вот нам эта капуста вообще не понравилась а какая-то не очень вот это девчонки капуста белокочаная с перцем сладким она настолько вкусная что вот просто если у вас на пятерочки продается обязательно ее попробуйте вот марка мистер салат так это капуста стоит за 300 грамм 44 рубля но она реально девчонки очень вкусно я конечно первый раз когда я приобрела отнеслась так скептически я не думала что она будет настолько вкусной но как оказалось я ошибалась мы теперь часто ее покупаем конечно да удобнее там взять самим замариновать вот это все там засолить даю сделать но мне кажется так тоже взять на перекус очень даже выгодно просто там намешала себе салатик как пп да и очень даже вкусно так как мы взяли куриные голени я хочу их запечь вот в таком пакете для сочной курицы с паприкой маги мне очень нравится может тоже нравится мы в прошлом году часто покупали и зимой мы часто делали и в том году осенью мы часто делали вот мы в основном покупали с чесноком потом нам как-то этот вкус уже очень приелся я помню что мы пару раз пробовали вот с паприкой тоже в принципе вкусно поэтому решили взять с паприкой там конечно выгоднее было взять две упаковки там при покупке 2 как-то наверное даже выгоднее получалось но нам две не надо поэтому мы взяли только одно и вот одна у нас вышла на 72 рубля так как я собралась и завтра варить борщ до готовить мы очень любим его есть вот с репчатым луком там с чесноком да вот с таким кстати говоря тоже луком и поэтому для борща в прикуску чтобы есть мы взяли вот такой лук зеленый марка global village здесь 100 грамм буквально за два раза мы его съедим вдвоем так лук у нас 43 рубля очень даже вкусный покупаем нас все устраивает яйца куриные пищевые столовые категория c0 красная цена 10 штук идет вот в этом лоточке тоже показываю в единственном данный экземпляре но взяли мы две таких упаковки просто место уже не позволяет ставить в кадр так яйца эти у нас по 55 рублей кстати говоря обычно там они по 72 тут что-то на них цена так упала даже не знаю чем это вообще связано ну вот взяли две упаковки взяли вот такую маленькую булочку хлеба как половинка она у нас правильно да называется ванта хлеб пшеничный традиционной закваски нарезанный от нашего местного производителя здесь у нас 260 грамм и 19 рублей стоит очень вкусный хлеб так ну и последняя покупка это то что очень люблю я это творог опять-таки кто-то говорит творог кто-то говорит творог везде по-разному я говорю творог вот не кидайте у меня тапками кубанский молочник обычно я всегда беру который обезжиренный ноль процентов но как-то я слышала что в обезжиренном считаю уже никакого там полезного ничего нет и поэтому я стала конечно брать и девятипроцентный и пятипроцентный уже пробовала как бы мне все по вкусу нравится но полезнее конечно девятипроцентный до брать и но если судить по консистенции вот это да по самой массе то обезжиренный как-то мне нравится больше потому что этот он как-то более такой вот творожный какой-то да вот такую консистенцию имеет какой-то кремообразную даже могу сказать ну вот такую знаете густоватую а обезжиренный который ноль процентов он как-то более такой рассыпчатый вот ну думаю вы поняли о чем я говорю так стоимость этого творога 62 рубля и девчонки стоимость стоимость до цена за все вот эти вот покупки которые мы сегодня совершили данной наши продуктовой закупки у нас составила 2286 рублей а тут подождите даже не 286 а это у нас под итог итог у нас составил 2223 рубля вот такие вот были у нас покупки и сейчас хочу вам показать то что мы купили отдельно но тоже в пятерочке вот такой мы купили несколько вкус карамель какая-то новинка вот как раз для осенних вечеров думаю идеально подойдет здесь 250 грамм и он по скидке стоил 100 рублей ну это мы уже днем покупали в общем то отдельно сейчас уже на самом деле время 12 часов ночи и я так думаю что давно я не снимала такие видео для вас до продуктовые что мы вообще покупаем нет я сама такие видео люблю смотреть у многих блогеров и смотрю их с удовольствием и решила тоже вот показать вам нашу такую продуктовую бюджетную закупку чем вообще до питается молодая семья конечно обычно мы бывает еще и всякой фигни набираем но вот сегодня как-то старались брать только максимально полезные продукты и ничего лишнего и получилось очень даже бюджетно а так обычно у нас там тысячи три четыре выходят со всякой ерундой в общем надеюсь что вам это видео понравилось спасибо если вы досмотрели его до конца благодарю вас всех за просмотр желаю вам хорошего настроения отличного дня и всем пока пока